На первом километре трассы Серов-Северо-Уральск-Ивдель, то есть на самом-самом выезде из Серова на Севера, во втором часу по полудню, то есть посредь бела дня, приключился триединый замес на ровном месте, в котором покалечились два невинных человека. Ну, в смысле, невинных в данном ДТП. А так-то в целом, по-любому какая-то вина перед создателем есть, коль скоро получили такое вразумление. Декорация такая, по трассе со стороны Краснотуринска в Серов катился черный подорожник Hyundai i30 2008 года выпуска, пилотируемый 39-летним рулевым, в котором позже отыщется алкоголь. На ровном прямом, прекрасно освещенном участке трассы Hyundai вот догнал первый попутный Лифан 2013 года выпуска, пилотируемый 28-летней дамой, и засадил ему взад. Как видно, по разрушениям Лифановской кормушки, Hyundai не просто его подтолкнул, а вот прям вонзился в багажный отсек. То есть Hyundai-вод не соблюдал ни дистанцию, ни скорость. По понятному физическому закону, Лифан с двумя женщинами на борту получил дополнительное ускорение, изменил траекторию движения, выскочил на чужую, и лоб в лоб замолотил первый встречный белый Nissan Qashqai 2016 года выпуска. Под водительством 68-летнего дедули. В результате болида столкновения покалечились двое. Пожилой Nissan-avod и 30-летняя пассажирка Лифана. Обоих на каретах отправили в ближайшую клинику Серова. О состоянии травмированных не сообщается, но скорее всего им тоже Серова. Хотя в болидах повсеместно выплюнулись кислородные аэрбэги, так что возможно травмы не критичные. Вот например, пилотка Лифана вообще здоровьем не повредилась, хотя участвовала в той же лобовой бойне на равных условиях. Ее гаишники продышали в дудку алкотектора, оказалась трезвой. Хотя от нее и не ожидалось. Она ехала вообще никого не трогала. Вдруг налетели мужики, один сзади, другой спереди. Виновник замеса, пилот разогнавшегося Hyundai, тоже не пострадал. И тоже смог дыхнуть в трубку. Так вот у него алкотектор нанюхал 0,27 мг на литр. Это немного, это чутка пивка, но это почти вдвое больше погрешности алкотектора. То есть разрешенных 0,16 мг на литр. А значит пилот Hyundai был в алкогольном опьянении. Не сильном, но опьянении. Впрочем, сам Hyundai выдал гаишникам галимую отмазу. Дескать, это он бахнул уже после столкновения. Ну чисто чтобы снять стресс. Ну и зря он это сделал. Ибо в ПДД, конкретно в пункте 2.7 сказано, русским по белому. Водителю запрещается употреблять алкогольные напитки и прочий дурман после ДТП, к которому он причастен и до проведения освидетельствования на опьянение. По сути не имеет значения, когда пилот намахнул до или после замеса. Юридически это эквивалентно. 30к штрафа и до двух лет лишения. Ну, вроде бы так было. Однако, в пресс-релизе областной госавтоинспекции сказано, что у Hyundai Voda дополнительно взяли кровь, цитирую, на химико-токсихологическое исследование, по результатам которого будет установлено, находился ли водитель в состоянии опьянения. Конец цитаты. И на посошок небольшое геополитическое наблюдение. Вот посмотрите, как в крайнее время центр тяжести мира Сего смещается в сторону Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Казалось бы, Урал – опорный позвоночник величайшей страны, а в ДТП попадают Hyundai, LeFan и Nissan, то есть южный кореец, китаец и японец. Да, походу Россия окончательно развернулась в сторону Азии обеими головами гербового орла. И казалось бы, это наблюдение вполне могло скелять за панч, и на этом можно было бы и завершить репортаж, но есть еще более мощное геополитическое наблюдение, связанное с гербом России. Наша Родина, хоть и повернулась на Восток, но никогда не забудет про Запад, про его мифологическое теорию заговоренный Deep State, то бишь глубинное государство, которое все еще рулит этим миром. А знаете почему? Потому что в описании герба нашей Родины сказано так – золотой двуглавый орел на фоне красного щита. А вы знаете, как по-немецки красный щит? Ротшильд.